Шалём, дорогие друзья! Сегодня 22 февраля 2024 года. Тема к молитве о нашем приближении к Богу сегодня называется «Синдром Ассора» или «Жить поодиночке». Книга пророка Еремии, 49 глава, 31 стих. «Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у Него, живут поодиночке». Еврейский пророк Еремий пророчествовал не только о народе Божьем. Господь открывал через своего пророка и то, что будет с другими народами. В книге пророка Еремия, начиная с 46 главы и далее, записаны пророчества о разных народах. Как сказано, слово Господне, которое было к Еремии пророку о народах языческих. 1 стих, 46 главы. Среди этих народов говорится и о жителях Ассора. Этот город когда-то был важным торговым и политическим центром. Дух Святой даёт интересную характеристику жителям этого города. Народ мирный, живущий беспечно, ни дверей, ни запоров нет у Него. Живут поодиночке. Живут поодиночке. Но те, кто живут поодиночке, очень уязвимы. Их легко одолеть, победить, уничтожить. Это может быть народ, страна, которая не контактирует с другими странами. Это может быть семья, которая ни с кем не сообщается. Это может быть человек, который всё делает в одиночку, у которого нет друзей, который даже со своими родственниками не имеет отношений. Это может быть и община, церковь, которая не заботится о том, чтобы созидать и развивать взаимоскрепляющие связи с другими общинами. Они живут поодиночке. Эти страны, семьи, церкви или конкретные люди могут быть успешными, жить в безопасности и потому быть беспечными. Они не думают об опасностях. Почему людей тянет жить поодиночке? Есть ряд преимуществ, которые даёт жизнь поодиночке. Жить поодиночке в чём-то проще, удобней, выгодней. Ты никому ничего не должен, и тебе никто ничего не должен. Ты ни перед кем не отчитываешься, с тебя никто ничего не спрашивает. Ты не связан ни с кем, никакими обязательствами. Тебе не нужно считаться с интересами других. Тебя никто не трогает, и ты никого не трогаешь. Тебе никто, так сказать, в душу не лезет, и ты никому в душу не лезешь. Ты не несёшь никаких дополнительных нагрузок, расходов времени, сил, средств, переживаний. Это же рай для индивидуалиста, мечта эгоцентриста. На самом же деле, жить поодиночке очень дорого стоит. Придёт время, когда нужно будет заплатить весьма высокую цену. Но это потом. А сейчас мир, беспечность, ни дверей, ни запоров, полная безопасность и процветание. Однако это иллюзия. Вся эта идиллия в один миг исчезнет. Им в голову не приходит мысль, что в это самое время, когда они наслаждаются своей беспечностью, какой-нибудь Навуха Доносор делает решение о них и составляет против них замысел, как сказано об этом в предыдущем стихе. Такова стоимость жизни поодиночке. Такова судьба жителей Асора. В Писании есть ещё один пример такой беспечной жизни. Это Лаис. Об этом городе написано. «И пошли те пять мужей и пришли в Лаис и увидели народ, который в нём, что он живёт покойно, по обычаю седонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чём или имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела». Книга Судьи, 18 глава, 7 стих. Жители Лаиса тоже наслаждались спокойствием, тишиной, их беспечность имела основания. Никто никого не обижал, никто ни над кем не имел власти, никто и со стороны не притязал на их свободу, потому что ни с кем не было у них никакого дела. Обособление иногда является реакцией на авторитаризм, ибо общение и общность может иметь и нехорошие побочные эффекты. У кого-то может появиться желание господствовать над другими, брать власть над верой других, контролировать их внутреннюю жизнь и тому подобное. Но бывает, что ни с кем не было у них никакого дела, потому что им нет дела ни до кого. Они самодостаточны, им никто не нужен. Они уверены, каждый должен решать свои проблемы самостоятельно. Однако Слово Божье показывает, чем заканчивается такая эгоистичная и удобная жизнь. Они в один момент перестали существовать, как и жителей Ассора. Когда Бог в Священном Писании утверждает «нехорошо человеку быть одному», в контексте всей Библии мы понимаем, что речь идет не только о семейной жизни. Даже единый Бог не является единичным, одиноким существом. Слово Божье, раскрывая Божью природу, использует такие имена, от которых веет теплом семейственности, дома, отец, сын и Дух Святой. Поэтому Он заботится о том, чтобы и одинокие не оставались одинокими. Потому Бог одиноких, написано, вводит в дом. Потому Он призывает всех людей в свою семью, в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего, где мы учимся жить вместе, в любви, в почтительности друг друга предупреждая, почитая один другого выше себя. Приближаясь к Богу, человек не только преодолевает в себе синдром Ассора, то есть свой эгоизм и индивидуализм, свойственные его греховной природе, но учится совместной пред Богом жизни с другими людьми, отличающимися от Него. Близким к Богу людям чужда жизнь поодиночке. Приближаясь к Богу, человек приближается к Богу общения, а Бог приблизится к Нему, как Он и обещал. Приблизьтесь к Богу и приблизится к Вам. Послание Иакова, 4 глава, 8 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok